В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре состоялось отпевание архимандрита Кирилла Павлова, всероссийского духовника и старца, почившего 20 февраля. 21-22 февраля тело усопшего находилось в Успенском соборе Лавры. Поток людей, желающих попрощаться с батюшкой, был круглосуточным. Сегодня отпевание возглавил святейший патриарх московский в Сеярусии Кирилл, знавший старца с 1966 года. Стоял, если Господи, память Его в рот и рот, что Его о них говорится. Собрались десятки архиереев, множество священнослужителей, монашествующих мирян со всей страны и не только. За каждого старец умел помолиться и для каждого найти слова духовного наставления и утешения. И проститься с ним собралось так много людей, что Успенский собор Лавры был переполнен, и вся площадь была занята его духовными чадами. У каждого своя история о том, как батюшка помог определить жизненный путь, Божий замысел о человеке. Отец Кирилл, я его знаю с момента, когда я поступил в семинарии, потом в академию, постоянно к ним ходил на исповедь, получал от него наставления, получал от него наседания в своей жизни. И, конечно, для меня он очень дорог, потому что он как бы с его помощью, с Божьей помощью, с его старанием, я определился в своей жизни. Потому что как-то, учась в семинарии, в академии, уже не знал, что, как поступить, или монашествовать, или жениться. Но он мне дал такой совет, что лучше всего идти в монастырь. Я его послушал, и, слава Богу, не жалею до сих пор. Делясь своими разнообразными историями, собравшиеся сегодня в лавре, едины в том, что главное батюшке – его необыкновенная любовь к людям. У него была большая любовь, у отца Кирилла. Тест Кирилл настолько был любвеобильный, что покрывал всю любовь, все немощи человеческие. Он своей любовью всегда назидал. Я была очень маленькая, когда видела его батюшку. Но у меня о нем остались такие очень светлые воспоминания. Вот для меня он такой вот, как добрый дедушка. Добрый дедушка с белой бородой, который постоянно улыбался, смеялся. Вот я его таким запомнил. И всегда дарил шоколадки. После инсульта, который случился в начале 2000-х, отец Кирилл уже не мог принимать всех желающих. Однако духовная связь с чадами у него не прекращалась. Духовничество есть не только подвиг трезвого духовного размышления, но и молитвенный подвиг. Отец Кирилл многим священнослужителям явил пример такого духовничества, подлинного духовного вождения теми, кто готов принимать это вождение со стороны духовника. В последние годы Господь, сохраняя физическую жизнь отца Кирилла, вывел его из общения с миром. Это был какой-то особый затвор. Он ушел из этого мира, оставаясь еще физически живым человеком. И многие не понимали, почему так произошло со старцем. Но это тоже был некий Божий знак. Он был нужен даже тогда, когда он не мог говорить с людьми. И многие приходили к отцу Кириллу, чтобы просто постоять у его ложа, прикоснуться к его руке. Он продолжал служить людям своим безмолвием, своей болезнью, своей отрешенностью от этого мира. И на 98-м году жизни Господь призвал его к себе. А разрешительную молитву прочитал блаженнейший митрополит Киевский Ануфрий. Тело архимандрита Кирилла было обнесено вокруг Успенского собора и погребено над территорией Лавры за алтарем Церкви Святого Духа. Имя Кирилл означает солнце. Вот он и был всю жизнь как солнце. И вот сейчас, когда умер, все эти дни солнца нет. Но мы верим, что он на небесах за нас предстоит. Никто, как он, не мог так людей собирать и объединять. И сегодня День защитника Отечества. Вот может быть какой-то знак такой, что он может больше защищал Отечество, чем многие другие люди, которые стоят на передовой. Потому что молитва старца, это покрывает целый народ, целую страну. И надеемся, конечно, что его молитвы Господь даст нам еще таких молитвников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова